Товарищ генерал-майор, команды иконного марафона и военного ралли для проведения нашественной церемонии открытия игр построены. Открытие международных этапов конкурса в военной ралли иконный марафон, проходящих в рамках армейских международных игр 2021, состоялось на полигоне Карахак в республике Тыва. Уважаемые участники состязаний, дорогие гости, наши конкурсы, конный марафон, военный ралли, который мы сегодня открываем торжественно, монокалу страстей, драматизму предстоящих событий, самоотдача воинов, мало чем будет отличаться от самых известных спортивных первенств. В церемонии открытия всеармейских игр приняли участие представители Министерства обороны Российской Федерации, вооруженных сил иностранных государств, Центрального военного округа и представители правительства Тувы. И сами участники команды из Китая, Израиля, Белоруссии, России, Сербии, Монголии, Казахстана, Узбекистана. Представитель главного командования сухопутных войск вооруженных сил Российской Федерации генерал-майор Сергей Портных поприветствовал команды. Атака главной целью является не только повышение мастерства профессионализма в ходе соревнований, но и укрепление нашего войскового товарищества и боевого образа. Уверен, что подобные совместные мероприятия позволят значительно укрепить боевое сотрудничество между нашими государствами, будут способствовать их процветанию и дальнейшему взаимопониманию и сотрудничеству. Поприветствовали команды и подгосударственные гимны стран-участников состязания. На сегодняшний день в конкурсе «Конный марафон» принимают участие четыре команды. Команда Российской Федерации, Монголии, Республики Казахстан и Узбекистан. Одна из сложностей, с которым столкнулись участники – это жеребьевка местных лошадей. Но команды, как отметил главный судья Алексей Покровский, все хорошие наездники, и проблем возникнуть не должно, так как за неделю до соревнований прошли тренировку. Каждая команда у нас представляется 22 человеками. То есть 13 участвующих – это 10 основных и 10 запасных. Тренерская группа, группа обеспечения и глава лошади все местные. Планировалось, что наша команда будет выступать на своих лошадях в Монголии, но из-за определенных событий и развития пандемии конкурс был перенесен на территорию Российской Федерации. Этап конный марафон пройдет на большую и малую дистанцию. Большая дистанция включает в себя двухсуточный переход на 104 километра с организации ночлега. И малая дистанция – 7 километров, где военнослужащие 3 километра преодолевают пешком и 4 километра верхом на лошадях. Команда от Российской Федерации готовилась год. 50% команды уже принимали участие в данном этапе. Ошибки с прошлого участия учли. Как говорится, на ошибках учатся. В основном в этом мероприятии, в новом положении, самое главное – конный дозор. Там координаты забиваем, карту, и определение места точки, и установление фигуры, и характерный сель. То есть, изобивается карту, то есть, ну, это делается командиром отделения. То есть, а дозорные у нас получаются военнослужащие, числа – 7 человек. В ходе пяти соревновательных дней экипажи автомобилей «КамАЗ» и «Урал» с колесной формулой 4х4 и 6х6, а также бронеавтомобили «Тигр-М» примут участие в четырех этапах конкурса. Индивидуальная гонка, гонка с преодолеванием, огневой этап и командная гонка. Участвует у нас семь команд. Из них две впервые – это Монголия и государство Израиль. Новый сложный этап – это в командной гонке. Этап у нас будет около 200 километров по пересеченной местности, водные преграды, ну и по степной трассе. В рамках мероприятия прошла церемония старта по участку маршрута, а также представление участников и автомобильной техники. Для зрителей соревнований на специальной площадке была организована выставка современных образцов вооружения и военной техники. В военном ралли и гонным марафоном будут охвачены три гожуна республики. Стрелковые состязания пройдут на горном полигоне Карахак. Международные военные состязания пройдут 22 августа и продлятся в течение недели. И на клоячих хандангах Асамата Чур, 2,24.